Я приветствую вас, дорогие телезрители канала «Россия-24» на нашей очередной передаче «Бесогон-ТВ». Она будет называться «Изображая жертву». Я хочу прочитать вам название нескольких кинофильмов. Думаю, что большинство из них вы очень хорошо знаете. Вот послушайте. «Криминальное чтиво», «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир», «Властелин колец» три части, «Чикаго», «Банды Нью-Йорка», «Убить Билла» две части, «Авиатор», «Бесславные ублюдки», «Король говорит», «Омерзительная восьмерка» и так далее, и так далее, и так далее. Это список очень велик. Все те, кто делали эти картины, должны быть благодарны существованию этих фильмов одному человеку. Его зовут Харви Вайнштейн. Он основатель в компании «Мирамакс», которая как раз занималась знакомством американского зрителя с высокохудожественным артхаузным кино. Кстати говоря, должны быть благодарны Харви и такие люди, которых он открыл. Это Квентин Тарантино, это Стивен Содерберг, это Питер Гринвей, это Педро Альмадовер. Это люди, которые вышли в мировой кинематограф именно с помощью Харви Вайнштейна. Я с ним знаком. Мы даже начинали работать, но просто не получилось по времени. Более трехсот номинаций на «Оскар» было у фильмов, которые продюсировал Харви Вайнштейн. И более ста побед. Ста побед. Сто «Оскар». Причем забавный факт, что по данным статистики за 1400 выступлений, которые были за время вручения «Оскара», где принимал участие Харви Вайнштейн в качестве продюсера, его имя упоминалось в несколько раз больше, чем имя Господа Бога, которого тоже обычно благодарят за то, что он дал возможность получить этот «Оскар». Посмотрите, пожалуйста, ролик, который смонтирован из разных фрагментов выступлений лауреатов «Оскара» на вручение этой самой значимой кинопремии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Грандиозный скандал мирового уровня. Харви Вайнштейн обвинен огромным количеством женщин в том, что он делал им непристойные предложения, домогался, с кем-то у них, с ним его и получался, так сказать, роман и так далее, и так далее. Дошло до того, что Харви Вайнштейна, он вынужден покинуть компанию, которую сам организовал Мироман. Мало того, президент Франции Макрон грозился отобрать у него Орден Почетного Легиона. Короче говоря, чудовищный скандал. С чего начался? Одно из первых такое заявление сделала актриса Гвинет Пелтроу. Она рассказала, что Вайнштейн приставал к ней после того, как взял на главную роль в фильме Эмма. Гвинет было 22 года, когда Харви привел ее в гостиничный номер, где стал приставать и настойчиво предлагал массаж. «Я была совсем ребенком», – говорила 22-летняя Пелтроу. «Не понимала, что происходит, и была ошеломлена. Харви позже позвонил мне и предупредил, чтобы я не смела никому рассказывать о произошедшем. Он кричал на меня, это было ужасно. «Я боялась, – говорит Квинет, – я боялась, что он уволит меня и испортит мою карьеру». Ну, судя по всему, Квинет промолчала и никому ничего не сказала. Вот тому подтверждение. А вот еще замечательное обвинение. Актриса Эшли Джатт обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Эшли Джатт призналась, что согласилась на секс с Харви Вайнштейном ради Оскара. В эфире «Good morning America» Эшли Джатт рассказала о первом случае домогательства со стороны Харви. Он позвал актрису в свой номер в отеле, а затем предложил ей сделать массаж и принять душ вместе. Тогда Эшли ответила отказом на такое предложение. Однако, покидая его номер, дальше прямая речь, я заявила, что могла бы обдумать его предложение взамен на «Оскар» за роль в его фильме. Я несколько раз подряд сказала «нет». Но все заканчивалось тем, что он возвращался с какой-то новой просьбой. Это все было торгами. Он вынуждал меня торговаться. Но торги, видимо, не сложились. Эшли не получила не только «Оскара», но даже и номинации на него. Но, как мы знаем, Харви не только в пределах своей страны, так сказать, бесчинствовал. Вот даже это коснулось и нашей с вами соотечественницы. Известный ведущий, кинокритик, директор «Роскино» Екатерина Цитуридзе, она тоже пожаловалась на то, что Харви Вайнштейн ее домогался. Это было на Берлинском фестивале в 2003 году. Но вообще должен сказать, что, если представить себе, это, наверное, даже очень как-то волнующе оказаться среди такого, в такой компании прекрасных женщин. И знать, что, по крайней мере, в интересе к тебе, Харви, ты стоишь на одной ступеньке с самыми высокими, самыми знаменитыми звездами мирового кино. Я в связи с этим вспомнил такой анекдот детский, школьный. Знаете, о чем думает курица, когда бежит от петуха? Знаете? Она думает, не слишком ли быстро я бегу? А второй анекдот – это как актриса просыпается в номере у режиссера и, одеваясь, гневно говорит, как же ты мог так со мной поступить? Почему ты мне не сказал, что ты мультипликатор? Вот приблизительно это мне все напоминает эти два трогательных анекдота. Это когда лицемерие, ханжество и двойные стандарты, они перекрывают все. Они заставляют человека, причем, обратите внимание, сейчас уже я говорю серьезно, уже без иронии, без юмора. Это становится волной, цунами. Дастин Хоффман, ему 80 лет, его обвинила в сексуальных домогательствах журналистка. Это было в 1985 году. Он открыто с ней флиртовал, говорил с ней о сексе, а также пытался приставать. В 1985 году, 95-й, 5-й, 15-й, 32 года назад. Ну, хорошо, богема, актеры, режиссеры, разврат, как часто бывают такие представления о нас в обывательской среде. Ну, вот смотрите дальше. Министр обороны Великобритании Майкл Феллон поддал в отставку причину обвинения в неподавающем поведении. Десять лет назад он положил руку журналистке на колено. Ну, так просто вдумайтесь. Министр обороны Великобритании вынужден уйти в отставку самостоятельно, как бы. Потому что десять лет назад он положил руку на колено журналистке. Ну, скажите, пожалуйста, если это так тебя возмутило, почему ты не влепила ему затрещину? Уж коль ты такая? Уж коль это тебя так возбудило сегодня? Почему тогда ты ему не сказал? Что вы делаете? Почему тогда ты не пожаловалась на него? Не сообщила в газетах? Почему? Потому что десять лет назад журналистку, которая сказала, что ее потрогал за колено мужчина, назвали бы дурой или сумасшедшей. Совсем недавно, 7 ноября, бывшего министра Уэльского правительства Карла Сержента обнаружили мертвым спустя несколько дней после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. А есть и такие уж совсем, ну уж совсем выверт-перевыверт. Вот посмотрите фотографию. Американская актриса Хизерлин заявила, что бывший президент США Джордж Буш-старший приставал к ней и расценивает его действия как сексуальное насилие. Когда я получила шанс встретиться с Джорджем Бушем 4 года назад для презентации телевизионного шоу, в котором я снялась, он добивался меня во время этого фото. Ему 93 года. Видите, он сидит. Правая рука у него на кресле инвалидном, рядом с женой. Левая рука, ее не видно. Блин, ну, есть мозги-то вообще. Ну, кому это? Вот кому ты это все рассказываешь? 90-летний старик, который фотографируется и коснулся твоей накачанной ягодицы, тебя добивался? И как? Получилось? Добился, нет? Ну, как это? Ну, вот как это все? А вы не видите в этом такую мерзкую, пошлятинную спекуляцию и желание фигурировать любой ценой? Попав в волну. Опа! Начали, начали волну против, начали волну. Что можно за этого заработать? Что можно получить со старшего Буша, Джорджа, которому 93 года, если его обвинят в сексуальном насилии? Может, что-то можно отколоть вот от этого? Может, челюсть вставну? Что можно сделать? Что с него взять? Но нет. Все туда. Все в копилку. Все на продажу. Все на продажу. Но не проходит все даром. Вы помните покаянное письмо, о котором мы говорили в прошлой передаче Юрия Быкова? Это общая болезнь. В интервью в Нью-Йорк-Пост Вайнштейн сказал следующее. Я должен работать над собой. Должен копать глубже. Может, куда глубже? Я знаю, многие люди хотели бы, чтобы я отправился в соответствующее учреждение. И я вполне могу сделать это. Я отправлюсь в любое место, где смогу больше понять самого себя. В прошлом я делал людям комплименты, и некоторые считали это домогательствами. Такого больше не повторится. Гениально. Гениально. Я делал людям комплименты, они решили, что это домогательство. Я больше не буду делать людям комплименты. В ужасе пишет Харви Вайнштейн. Потрясающе. Один из величайших продюсеров современности. Туда же и Кевин Спрейси тоже отправляется в клинику, которая находится в Аризоне, в безмятежной пустыне Сонаран. Там за 36 тысяч долларов с каждого в месяц они будут лечиться. И в отличие от тех, кто покупает лекарства для того, чтобы свою мужскую силу и харизму поднимать, они будут, видимо, что-то принимать для того, чтобы стать импотентами в связи с тем, что 30 лет назад они сделали кому-то комплимент, и это было принято за домогательство. Но это не ханжество, не ужас ли это? Не ужас ли это? Я сейчас не говорю о моральной стороне. Я не это имею в виду. Я не это имею в виду. Я понимаю, что кто-то сейчас скажет, что Михалкову, конечно, разврат Михалкову нравится. Это ему нравится. А вот... Нет, я не про это. Я про другое. Я про продажу. Про продажу себя. Продать себя 30 лет назад за Оскара, а через 30 лет, когда уже, так сказать, товарный вид потерян, продать себя как жертву 30-летней давности, которой домогался тот или иной человек. Это нормально? И это не просто так. Вы обратите внимание, какая атака? Опять не про моральные качества говорю. Какая атака на тех, у кого естественное, естественное с точки зрения физиологии, естественное отношение к женщине, к женщине? Какая атака на тех, для кого женщина – это предмет любви, интереса, вожделения, чего хотите, сексуального наслаждения, но женщина? Если человек уходит с работы, потому что вынужден покинуть свой пост, потому что 10 лет назад он коснулся коленки женщины, вы понимаете, какой это рождает комплекс для мужчин? посмотреть на женщину, ой, извините, что напит... Нет, 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 никаких... Как это воспитывает комплекс страха подойти к женщине, потому что это может кончиться тем, что твой взгляд, твоя улыбка подмигнул глазом, может быть расценено, как сексуальное домогательство. Воспитывается генетический страх перед общением с женщиной. Это страх женщины, который воспитывается в мужской, пока еще, части человечества. Теперь та же Америка. Американская элита накинулась на президента Трампа за то, что он пытается ужесточить отношения к приезжающим мигрантам. Травля, скандал. Вот посмотрите, это актер, Саймон Хелберг и его супруга Джоселин Таун. Они выступили с открытым протестом против политики, мигрантской политики Трампа. У Хелберга в руках была табличка «Беженцы, добро пожаловать!» А его жена написала на груди «Впустите их!» Написала прямо на теле. Мир живет, повторяя как мантру эти волшебные слова. Толерантность, мультикультурализм. И за этими словами мир прикрывается, Европа закрывает свою слабость, свою невозможность сопротивляться. Вот что происходит в Европе. Смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А вы хотите посмотреть, как мужская часть Европы пытается протестовать против происходящего? Вот посмотрите. И вот эта вот защита, вы посмотрите, как инфантильно стало это понятие защиты, оберегания, насколько оно беспомощно. Это что? Где сила? Где живое сострадание? Где мужское достоинство? Мужское достоинство, сила и понятие мужчины постепенно вытравляется, осознанно вытравляется. Что происходит? Истребляется понятие веры, семьи, родителей. Исчезает понятие матери и отца. Родитель номер один, родитель номер два. В Англии нельзя больше говорить беременная женщина, беременный человек. Почему? Чтобы не обидеть трансгендер? Вы посмотрите, с какой осторожностью лилея внедряется понятие среднего пола. Оно уже есть, оно же фиксировано. Есть средний пол, ни мужчина, ни женщина. Детей, которых Бог сделал мальчиком или девочкой, им внедряют в сознание с малых лет, что они могут себе выбрать, кем они станут, мальчиком или девочкой. Женщина в офицерской одежде, став мужчиной, командует батальоном, а мужчины, став женщинами, сидят сиделками и домохозяйками. Я сейчас, поймите меня правильно, я не о конкретных вещах говорю. Это все общее движение, это все общее осознанное движение к истреблению всего того, чем жило человечество в течение тысячелетий. Это все то, что являлось традицией, когда сегодня стираются границы, валюта национальная исчезает, глобализация, усреднение всего. Вон был документ, в котором было сказано, что, конечно, очень важно образование для всеобщее образование, но тоже надо быть избирательными. Не надо особо его повышать, потому что чем выше образование, тем больше потребность. Зачем нам воспитывать людей, у которых большие потребности, думает элита мира? Я научился писать и считать нормально, а есть еще совсем-совсем подпольный мир, там где-то за Плинтусом, четвертый мир. Это вот мы с вами, мы и украинцы. Почему я так говорю? У меня есть доказательства. Какой роли нас с вами готовят? Вот сканы. Это брошюра, которая раздается школьницам в городе Николаеве, старшеклассницам. В этих книжечках есть полезные советы о том, как безопасно заниматься проституцией, называемой секс-бизнесом. Как вести себя с клиентом и как сохранить свое здоровье. Вот что написано на первой странице. Ты выбрала свой путь сама, мы лишь хотим помочь тебе сделать его максимально безопасным для здоровья. Далее. Если клиент агрессивен, постарайся успокоить его, будь ласкова и приветлива. Не обслуживай одна несколько клиентов. Ёлки-палки. Ну вот как это совместить с отставкой в связи с тем, что ты коснулся коленки журналистки 10 лет назад? Когда предлагается, просто объясняют, если клиент агрессивен, Харви Вайнштейн возникает образ. Если он слишком агрессивен, будь ласковый с ним. Не раздражай его, успокой его. Блин, мне так жалко, что вот эта брошюра не попала в руки американским звездам. Ну они бы, наверное, может и не писали бы, так сказать, что их 30 лет назад кто-то взял за попу. Наоборот, они бы, увидев, что Харви агрессивен, был бы сласковый с ним, была бы приветлива. И еще просила бы, чтобы он был все-таки один, а чтобы еще 5 продюсеров с ним не было. Ну вот как это совместить? Как это совместить? Но это все не просто так. Вот посмотрите. Это австралийское шоу. Называется оно Everybody. Посмотрите, как прививается детям уважение к жизни, к смерти и к человеку вообще. Вот посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь более серьезная и, прямо скажем, апокалиптическая картинка. Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, что это такое? Это собирается establishment старой Европы. Эти люди собираются здесь для того, чтобы присутствовать на торжественной церемонии открытия Гатарского базисного тоннеля, на строительство которого ушло 17 лет и 11 миллиардов евро. Длина уникальной железной дороги в Альпах превышает 57 километров. На мероприятие было приглашено множество высокопоставленных лиц, в том числе президент Швейцарии Йохан Шнайдер Амман, президент Франции Франсуа Аланта, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Матео Ренце и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В официальном пресс-релизе говорится, что в часовом театрализованном шоу с участием огромного количества актеров нашла отражение швейцарская альпийская культура и история. Однако, я очень советую вам посмотреть, что же такое реальная картина, показанная приглашенной европейской элите, которые сидели в дорогих костюмах и смотрели на все на это. Давайте проанализируем некоторые элементы, которые использовались в этом торжестве, которые многие аналитики называют инаугурацией нового мирового порядка. В первой части, в закрытом помещении, человечество было представлено маршем зомби, готовых к исполнению приказов. Продолжил этот выход ангел в виде младенца. Внешне этот ангел представляет Люцифера. Падший ангел уже появлялся в таком внешнем облике, как Бахумет, который считается официальным символом сатаны и языческого поклонения. Обратите внимание, среди присутствующих лиц на этого человека, он странно одет, и на его одежде присутствует брошь, на которой изображен козел, который тоже изображает Бахумета. Церемония продолжает развиваться, и сейчас мы видим человека-козла посреди других козлов, который представляет из себя главного демона. Этот демон демонстрирует власть над другими демонами, которые находятся по всему миру. Они также представлены здесь, на железной дороге. Через эту железную дорогу показаны разные периоды человечества, периоды жизни тайных обществ и языческого поклонения Древней Греции, индуизма и прежде всего Древнего Египта. Обратите внимание на фигуру Солнца в глубине. Солнце было главным объектом поклонения древних культур. По приказу главного, другие демоны распространяются по земле, чтобы выполнить на ней свою миссию. Здесь мы видим представление древних священнослужительниц и чародеев, которых сопровождает человек-козел. Священнослужительницы несут в руках ягненка, как что-то, что должно быть принесено в жертву. Обратите внимание на то, что по внешнему виду эти священнослужительницы похожи на служительниц Изис. Церемония продолжается. Сейчас, уже в открытом пространстве, зомби представляют человечество, которым манипулируют. Они движутся в неопределенное будущее. Здесь человечество пытается винить камень, который может представлять Иисуса. Много раз они хаотично пытаются сломать камень, но все попытки оказываются неудачными. До того момента, когда они объединяются и достигают важного прогресса. Помните, что в прошлом человечество объединилось, чтобы победить Бога? Этот туннель – это символ интеграции народов. Следующая сцена показывает измененное общество. Из портала, который открыт, демонстрируется направление к обществу. Обратите внимание, что новое общество делает. Вы можете заметить дух восстания, который демонстрируют эти люди. На портале появляется изображение тела, и сразу же люди становятся одержимыми. Следующая сцена напоминает погибших рабочих при строительстве туннеля. Но на самом деле она представляет человеческую жертву. Вместо трех работников поднимаются три души вверх к бездне. Обратите внимание, на портале появляется зрачок, глаз, который видит все – важный символ иллюминатов. Сейчас человек-козел играет самую важную роль в церемонии, через которую книга откровений становится более ясной. Обратите внимание, насколько эти звери похожи на божество смерти Омулу. На портале возникает изображение человеческого лица, соединенное с козлом и тремя египетскими скоробеями. Скоробеи символизируют бога Хепри – бога утреннего рассвета солнца. Человек и козел сливаются, представляя таким образом сатану и появление антихриста. Это не будет обычный человек. Его авторитет и сила будет исходить из самого сатаны. Один персонаж здесь внешне представляет богиню Изис, которая покрывает сейчас человека-козла, и которая становится самим животным. Как показано в представлении, животное становится правителем во всем мире. Обратите внимание еще раз, что демоны вокруг напоминают божество смерти Омулу. После того, как животное получает объятие богини Изис, животное проявляет гомосексуальные действия. Ставший правителем мира, животное проявляет всю свою злость против всех и передает ее своим демонам. Вскоре демоны по команде животного становятся агрессивными. Так же, как и написано в книге Откровения, животное, которому поклонятся люди и демоны. Обратите внимание сейчас на внешний вид 11 персонажей. Внешне они представляют церковь 11 апостолов. Животное имеет власть преследовать церковь и убить тех, кто не будет поклоняться ему. Посмотрите на этих людей, которые несут сухие деревья. Обратите внимание, что корни деревьев направлены вверх. Так же, как перевернутый крест – это символ сатанизма. Все, что сейчас происходит, представляет все наоборот. Изображение на проекторе представляет собой дерево смерти, которое противоположное дереву жизни. Технология здесь представлена как инструмент для того, чтобы манипулировать человеком. Три персонажа с большими головами внешне представляют народы земли, царей земли и предпринимателей земли, которые были использованы и продавали себя, как и блудница. Часы, вращающиеся наоборот, вероятно напоминают пророчество Даниила, что Антихрист изменит время и говорит, что будет установлен новый мировой порядок. Дальше люди идут и поклоняются чему-то. Но чему они поклоняются? Поезд выходит из туннеля. Но они не поклоняются поезду. Они поклоняются тому, кто победил камень. Они поклоняются великому дракону, древнему змею, который называется дьяволом и сатаной, соблазнитель всего мира. Они думают, что сатана победил Иисуса. Торжество – это как будто великая победа, как будто свершение огромного достижения. Лидеры крупнейших стран Европы находятся на абсолютно бесовском представлении. Они присутствуют на этом чудовищном спектакле, который является собой не что иное, как презентация нового мирового порядка. Теперь вы спросите меня, что общего между историей частной с Харви Вайнштейном, австралийскими детьми, мигрантами из стран Азии и Африки, с тем, что мы увидели? Это огромная, огромная, прямая связь, прямая. Это все поэтапная подготовка к тому, чтобы внедрить в сознание человечества, что идет новый мировой порядок. Сюда включено все – и гендерное равенство, и родитель один, родитель два, и истребление, и возможность абсолютно перевернуть с ног на голову все традиции, всю историю, размыть национальности, размыть границы. Теперь давайте подумаем, на секунду, на секунду. Вот мы, санкции, мир возмущен, оккупация Крыма, проблемы на Украине. Ну что, мы всерьез думаем, что это так? Что санкции нам объявлены по этому поводу? Какой Крым? Какая Украина? Какое количество людей в Европе или в Америке, тем более, я уж не говорю в Австралии, на вопрос, где Крым, какой? Что? Украина? А? А вы знаете, что? Окупация? Где? Да, мы что-то слышали, но безоборот. Путин? Нет. Ууу, это ужас. Не это волнует. Если мы завтра отдадим Крым, а послезавтра на Украине воцарится мир, отменят санкции? Да никогда. По одной простой причине. Мы не хотим вписываться в этот мировой порядок. Нам не хочется родителя одного и родителя второго. Мы не можем в церкви освещать однополые браки. Мы не хотим той самой толерантности и мультикультурализма, о котором говорит Европа. Мы этого не хотим. И Китай этого не хочет. И Индия этого не хочет. Сегодня мы под прицелом. Мы ближе. И вопрос заключается только в том, не чтобы Крым отдать или с Украиной помириться. Нет. Вписаться, нагнуть, заставить принять те правила, по которым хочет заставить нас принять, жить этот самый замечательный свободный мир. А мы хотим это? Мы хотим такого, что мы видим в Германии? Мы хотим этого лицемерия и вранья, которые мы видим в отношениях между этими актрисами, которые свой пиар сегодня выстраивают на том, что 40 лет назад кто-то их взял за колену. Мы этого не хотим. Мы этого не хотим. Но проблема заключается в том, чтобы это большинство, которое этого не хочет, понимало, что есть меньшинство у нас здесь, которое этого хочет. Это вопрос, который мы должны для себя поставить. Мы должны это осознавать. Ну и в заключении вернемся к первой теме. Я вдруг подумал, если бы наше правительство прошлое дожило до наших дней, интересно, вот ЛГБТ-сообщество поспособствовало снятию с нас санкций, если бы посмотрело, как наши руководители относились друг к другу и к своим коллегам из-за рубежа. Посмотрите, пожалуйста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот, на сегодня все. Как говорил наш Мичман, уходим по одному. Если что, мы геологи. До следующей встречи. Я жду вас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА